Фондовые индексы США закрыли первую сессию 2015 года примерно на тех же уровнях, на которых они открылись, уступив медведям свои позиции после разочаровывающих отчетов по обрабатывающей промышленности и строительному сектору США. Трем основным индексам удалось сократить свои потери в последние полчаса торгов, однако укороченную праздничную неделю они закрыли на негативной территории. В пятницу индекс S&P 500 потерял 70 пунктов, завершив торги на значении в 2058,20 пункта. Недельное снижение индикатора составило 1,5%. Акции компании госсектора дискрекционного потребительского спроса продемонстрировали самый значительный спад. Dow Jones Industrial Average повысился на 9,92 пункта до отметки в 17 832,99 пункта. Индекс голубых фишек упал на 1,2% за неделю. Просадка NASDAQ-композиции оставила 9,24 пункта, а финальное значение закрепилось на уровне 4726,81 пункта с недельным падением на 1,7%. Три основные показателя добились внушительных результатов в 2014 году. За весь прошлый год индекс S&P поднялся на 11,4%, индекс Dow Jones на 7,5%, в то время как высокотехнологичный NASDAQ укрепился на 13,4%. В новом году стратегии аналитики ожидают, что американские акции по-прежнему будут демонстрировать ралли на фоне улучшений в американской экономике, которые нивелируют повышенную волатильность и волнение по поводу повышения процентных ставок. Институт управления по ставкам США в пятницу сообщил, что индекс менеджеров по снабжению упал до 55,5 пункта в декабре с 58,7 пункта в ноябре, оказавшись ниже прогноза в 57 пунктов. В то же самое время расходы в строительном секторе США сократились на 0,3% в ноябре, хотя экономисты, опрошенные MarketWatch, ждали повышения на 0,2%. Стоит отметить, что из общей повышательной динамики выпали бумаги Denberry Resources Incorporated. Котировки компаний продемонстрировали одно из самых существенных снижений в составе индекса S&P 500, опустившись на 2,6%. Тем не менее, акции компаний энергетического сектора в целом росли в цене. Индекс ETF, отслеживающий динамику котировок энергетических компаний, повысился на 0,5%, даже несмотря на очередное понижение цен на нефть, продолжающихся свой нисходящий тренд с 2014 года. В то же время нефтегазовая компания Lean Energy LLC увеличила свою стоимость на 12%, хотя акции компаний по-прежнему остаются в минусе на 61% на протяжении последних трех месяцев. Корпорация снизила дивиденды и капитальные расходы последней среди энергетических компаний в отметке на недавнее падение цен на сырую нефть. В Lean Energy заявили, что в бюджет на 2015 год заложена цена в 60 долларов за баррель, однако инвесторы сосредоточились на сделке с Blackstone Group LP, которая должна принести Lean Energy около 500 миллионов долларов на бурение в обмен на долю прибыли. Это был недельный обзор фондового рынка от компании InstaForex. Всего вам хорошего!